Встречаем нашу утреннюю гостью Юлия Пномарёва, аромапсихолог. Сегодня мы будем с помощью ароматов просыпаться, а также решать какие-то ещё интересные важные задачи, которые у нас бывают в течение дня. Юлия об этом знает, наверное, всё. Доброе утро! Доброе утро! Ну, всё не всё, но то, что касается влияния эфирных масел и таких вот натуральных ароматов, кое-что знаю. Так, вы к нам сегодня пришли с бутылочками, расскажите немножечко о них, и у вас целая коллекция, я смотрю, ароматов. Ну, это ещё не все, это я принесла только маленькую толику. Вообще, я как бы делаю аромодиагностику, там участвуют 85 эфирных масел. И чем они хороши? Они, так как натуральные и очень активные такие вот растительные компоненты, то они, с помощью них можно рассказать о нашем внутреннем состоянии. То есть, какое у нас эмоциональное состояние, какие у нас потребности. Хорошо, можно мы сейчас проведём такую? Можно провести? Можно. Вот, можно понюхать и выбрать тот, который понравится. Давай. А, я ещё, да? Не хочу. Это вот роза. Роза. Это хороший женский аромат. Это не... Так. Нужно только один выбрать? Ну, в данном случае у нас... Вы нюхайте-нюхайте. Не диагностика, а просто выбор. И по этому выбору можно сказать о потребности. То есть, если запах нравится, значит, у организма есть такая потребность. Нероли. Так, если мне... Мы уже до эфира немножечко понюхали, да? И мне понравилась, например, вот корица. Да? Что можно сказать об этом? Это очень хорошее тонизирующее эфирное масло. То есть, оно даёт тонус, оно даёт энергию. А с другой стороны, оно вот как раз подходит под наши вот такие вот морозные сейчас дни стоят. Потому что обладает свойством согревания. То есть, убирает депрессию, поднимает настроение, даёт энергию и вот согревает. Это как будто, знаете, вот подошли вас одеялком на крылья, и вот такие вот приятные ощущения. Причём масло из пищевой группы, то есть это телесные ощущения. Как нужно правильно? Ты выбрала уже? Вербена. Вербена. Очень хороший расслабляющий аромат. Тоже относится к цветочной группе. Это снимает напряжение, расслабляет, даёт уверенность, спокойствие и творческий потенциал. Так, такую экспресс-диагностику мы провели. А вот расскажите немного для зрителей, для наших, как правильно, может быть, наносить эти ароматы? И могут ли они заменить? Например, если мы привыкли каждый день, допустим, к каким-то ароматам именно духи, пользоваться, да, деколоны, то могут ли они нам заменить? Ну, духи – это в основном синтетические ароматы. А они, ну, такого, как бы, позитивного влияния на организм, в общем-то, не делают. Потому что у них молекула, она, как бы, немножко урезана, то есть они дают память о каком-то аромате. Например, запах пиона дают память о пионе. Ваниль там дает память о натуральном запахе ванили. Но они хороши чем? То есть это как одежда. Я побрызгался таким парфюмом, то есть это вот одел, как будто бы одежду определенную, да, вот они статусные такие. Потому что если посмотреть рекламу, то там всегда вот определенные, то есть как бы позиции, о чем духи говорят. Натуральные эфирные масла, они, конечно, могут заменить, но нужно иметь в виду, что они раскрывают вот эту внутреннюю сущность человека, его искренность, его чувственность, его эмоции. А мы не всегда готовы в социуме показывать свои эмоции. То есть они больше такие вот интимного характера. Но они могут также, я так понимаю, что решить какую-то задачу, если мне холодно, например, корица и немножечко две капли, и мне станет теплее, да? Теплее, потому что появится ощущение, вот эмоциональное такое ощущение теплоты, потому что включается лимбическая система. И сразу организм, идет влияние на организм через гипоталамбус. То есть восстанавливается такой баланс, что мне тепло и хорошо. А есть еще какие-то интересные масла, которые могут как раз решить какую-то, я не знаю, может быть, это уже роза, например, да? Многие знают, как этот аромат пахнет, да? Роза, она убирает страхи, она убирает разочарования, она убирает напряжение. И это очень хорошее женское масло, оно раскрывает вот такую вот внутреннюю нежную сущность женщины. Например, вот жасмин, тоже женское масло, но у него свойства чуть-чуть другие. Оно дает такое состояние легкой эйфории, такого хорошего повышения настроения. Но с другой стороны, раскрывает качество как вот жены, матери, вот такое. А есть еще какие-то, расскажите нам еще некоторые интересные свойства? Интересные свойства. Про вербену рассказала, про розу рассказала. Вот нероли, например, всегда считался ароматом, ну, таким богатым. То есть это эфирное масло цветов апельсина, и оно раскрывает вот женственность, тоже женское масло, на всех уровнях. То есть это и телесное, и вот такое вот, как бы, ощущение себя женщиной, вот такой королевой, то есть вот такой богатый очень запах. Но его, как бы, не все любят, не всем он нравится, потому что он такой терпкий, такой вот очень глубокий, очень такой вот насыщенный аромат. Кому-то нужно понежнее немножко. А очень хорошее, вот для утра эфирные масла, это апельсин, грейпфрут, лимон. Лимон концентрирует внимание, грейпфрут повышает нашу самооценку, восприятие других людей, а апельсин дает радость. Так что можно вот, как бы, спокойно их использовать. А как правильно наносить тогда вот эти масла? Очень хорошо. Если наносить, как духе, то там должно быть разведение, то есть либо в спирте, либо в масле. То есть в других средах они, эфирные масла, они растворяются. Ну, можно еще восковые сделать. А можно аромалампу. Две капельки. Можно так на себе или нет? Хедренно получится слишком. Да, это будет очень такой активный аромат, их нужно разбавлять, эфирные масла. Все я знаю. А вот их же, вот есть, я знаю, что используют где-то в бане, условно говоря, то есть бросают на камни. Ну, их нужно не на камни, а как бы на теплую воду и на стены. Потому что на камне будет гореть, да. Хорошо. А расскажите еще нам, раскройте секрет. Многие знают, что есть такие феромоны, да, вот как они построены, как они действуют, или может быть это все лишь только миф? Ну, феромоны – это на самом деле продукты животного происхождения. Да, некоторые животные с помощью вот таких вот похудших тоже веществ притягивают противоположный пол. Ну, как бы влияние на человека, в общем-то, не доказано. То есть кто-то считает да, кто-то считает нет. Мое мнение такое, что когда человек сам раскрывается, становится более уверенный, более такой расслабленный, ненапряженный, то никакие феромоны ему не нужны. То есть сияние глаз будет видно, напряжения не будет, и будет очень хорошо ему самому, с кем общается. Да, так что, друзья, не тратя бешеные деньги на духи с феромонами, гораздо лучше будет, если вы выберете тот аромат, который будет вам действительно придавать уверенности, да, яркости в ваших... В ваших днях, в ваших глазах. Феромоны, они уже у вас все есть. Они уже у вас все есть. Да. Есть внутри, да. Не берите чужие, да. Да, я знаю, что вы еще также можете подсказать, как смешать правильно, да, эти масла, чтобы они тоже какую-то функцию выполняли. Да, можно. Вот, например, вам понравилась корица. Давайте на основе корицы что-нибудь сделаем. То есть, в принципе, любой человек, который к вам обратится, он может заказать, так скажем, да, свой какой-то индивидуальный аромат, который будет ему... Да, будет, во-первых, корректировать его внутреннее состояние, давать ему энергию, давать ему ресурс, вот, и повышать... Так, апельсин и корица. ...вот вместе поставьте. Так. И вот так вот. Нравится ли такой аромат? Так, мне да. Тебе? Ну да. Приятный, да, действительно такой сим. Егермайстером отдают немножечко только. Я не помню, роза вам понравилась или жасмин? Жасмин мне понравилась. Жасмин. Жасмин корицы не подходит. А вот понюхайте, пожалуйста, кориандр и кардамон. Так. Вот, наверное, этот не очень. Угу. А вот этот приятный, но он очень, мне кажется, что каким-то лекарством, чем-то таким, отдаёт. Так, это у нас кардамон, да. Это как специя кардамон. Его можно просто пониже опустить, апельсинчик повыше. Это тоже важно, да? Да, вот так. Это концентрация получается у нас. Угу. Ну вот такой очень похож на вкус, когда мы глинтвейн варим, вот так же точно пахнет. Насчёт кардамона, специя потому что появилась. Кардамон, да. Ну там в глинтвейн немножко другие специи, но похоже есть такое, да. Нравится ли аромат? Ну, можно. Такой аромат. Или вот, или без кардамона лучше? Мне кажется, что без. Без. А если вот, например, грейпфрут добавить чуть-чуть? Так. Занимаемся аромомагией. Вот этот приятный. Угу. Ну, давайте сейчас сделаем. Накапаем сейчас несколько капелек. Так, в отдельную жидкость, да, можно? То есть можно, в принципе, прийти в какой-то магазин, где есть много-много масел, да? Вот так же точно три или четыре смешать, правильно понимаю? Да. Чтобы сделать свой. Только очень важно, чтобы эфирные масла были натуральными. У нас дело в том, что стандарты под использование эфирных масел не определены, поэтому к ним относятся средства бытовой ароматизации. То есть под эфирным маслом можно купить что-нибудь другое. Да, приятный, очень аромат, такой теплый, согревающий. Да, совершенно верно, потому что апельсин дает энергию и радость, и корица такой теплый аромат. Если вы все время мерзнете, как я, мне кажется, что оно подойдет. И сейчас посмотрите, чего не хватает. Может быть, апельсинчика добавить, может быть, корицы. Я бы немножечко корицы еще. Корицы еще, да. Ага, хорошо. Апельсин, да, уже свои нотки. Вот так-то, друзья. Тут практически в лаборатории. Создаем уникальные. Я смотрел фильм «Парфюмер». Да, фильм такой. Кстати, а правда, что, чтобы сбить вот этот аромат, который, потому что он достаточно быстро забивается, нужно кофе понюхать? Это если духи, которые синтетические. А вот что касается натуральных эфирных масел, тут такого не надо. У меня же диагностика 85 масел. Ну и как, вам нравится? Ну да, в принципе, мне вот такой нравится аромат. У вас какое-то особое чутье, да? Вы как-то особо воспринимаете запахи? Или это, в принципе, может любой человек научиться? В принципе, да, тут очень важна эмпатия. То есть вот я нюхаю аромат, и как я вот его чувствую? Гармоничным, то есть вот он полностью достаточно ли раскрылся? Или немножко негармоничным? Вот свои ароматы, в принципе, кто вот у меня был на аромодиагностике, подбирают все сами хорошо. Аромат очень хороший. Можно добавить дома спирта или масла. И вот, собственно говоря, наносить. Ну все, друзья, вот мы раскрыли вам секрет, все просто достаточно, поэтому можно прямо сегодня вечером или днем взять и создать свой какой-то интересный аромат. Можно пригласить девичник такой устроить, да? И всем-всем-всем придумать свой какой-то интересный аромат, стать такими мини-парфюмерами, да? Да, и это очень приятное занятие, потому что оно расслабляет и повышает настроение. Ну что, хорошего настроения в эту пятницу. Спасибо большое, Юлия, что это утро вы встретили вместе с нами.